Дай почитать. В предисловии автор подчеркивает, что живописные истории прежде всего книга, о любви к жизни и искусству. В книге нет специфических искусствоведческих изысканий, есть множество даты фактов, но главное – отсутствует скука и обыденность. Каждый рассказ – это интригующий сюжет из истории мировой живописи. Ирина Опемах великолепно справляется со своей задачей эмоционально-романтического профессионального экскурсовода, рассказывающего о живописи для всех. А это непросто, ведь писать о полотнах трудно, как любое искусство – живопись элитарна. Разумеется, не все в книге приемлемо, но то, что это познавательно, интригующе и эмоционально, трудно с этим не согласиться. Конечно, мы знаем, что в 1913 году, со словами «Довольно крови», душевно больной молодой человек Абрам Балашов набросился с ножом на гениальное полотно Репина Иван Грозный и его сын Иван, 16 ноября 1581 года. Или, как сейчас называют эту картину, Иван Грозный убивает своего сына. Идея пришла к Репину после присутствия на казни пятерки террористов Желябова, Перовская, Кибальчича, Михайлова и Рысакова. Любопытно, что для образа Ивана Грозного позировал известный художник-передвижник Месоедов, а для сына Ивана – Всевлад Гаршин, который спустя несколько лет покончит жизнь самоубийством, бросившись в лестничный пролет. Мы верим Репину и его картине безоговорочно, а между тем в 1963-65 годах в Архангельском соборе Московского Кремля была вскрыта гробница и изучены останки царевича Ивана. Так вот, Иван Грозный его не убивал. Его отравили лошадиной дозой ртути и мышьяка. Вот такие они живописные истории от Ирины Опи-Мах. Эту и многие другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова